Всем привет, друзья королиководы! На днях произошел интересный случай. Несколько любителей, не сговариваясь, прям подряд, независимо друг от друга, задали мне вопросы одной смысловой направленности. Надо ли вакцинировать откормочный молодняк? И как вообще вакцинация от миксоматоза и ВГБК кроликов скажется на мясе, на качестве мяса? Не первый раз уже эти вопросы возникают, поэтому отвечаю. Я вакцинирую всех, начиная с полуторамесячного возраста. Даже в видео у меня было повальная вакцинация кроликов. Исключение только сукрольные самки после двух недель срока и подозрительные животные, то есть отсаженные в карантин. Но вообще такое крайне редко бывает. Сукрольных мы не допускаем правильным планированием сроков беременности и вакцинации. Хотя вот по самой вакцине противопоказаний нет. Беременность не противопоказания. Можно на любом сроке в принципе вакцинировать. Но вот беспокоить и колоть крольчиху со второй половины беременности, ну я не рискую. Просто это ни к чему совершенно, потому что мало ли как она отнесется к этому, она начнет нервничать. Это не нужно просто. Ну а если у нас животное вызывает сомнения или вопросы по здоровью, то там вопрос должен решаться сразу. Ты либо сюда, либо отсюда. Мы и здесь, а ты и туда. То есть либо состояние можно стабилизировать, и мы это быстро делаем. То есть неделя-две и все, можно вакцинировать. Животное здорово. Ну, либо на кого же ты нас оставляешь. Больное животное, не имеющее понятной перспективы, должно быть устранено. И к тому же больных и ослабленных животных не вакцинируют. Это как раз противопоказание. Ну это как бензином пожар тушить. У вас и так иммунная система животного там на грани, а вы еще вакцинируете. Так нельзя. Поэтому на вопрос, надо ли вакцинировать откормочный молодняк, правильный ответ, да, это необходимо делать. Вакцинация это как с противозачаточными. Раз пропустил и все, потом начинается рулетка. Дело в том, что если пробьет миксой, а уж тем более ВГБК, хотя бы даже часть поголовья, тот самый молодняк, который вы не стали колоть, так как вы через месяц хотели его убирать, то вот если пробило часть, то все хозяйство заражено этими вирусами. Нужно вводить общий карантин на все хозяйство. Полная тотальная дезинфекция и так далее. А это и хлопотно, и затратно. Ну убытки сплошные получаются. Так что вакцинация кроликов дело добровольное, поэтому вакцинируем всех поголовно. Теперь что касается, сказывается ли вакцина на мясе. Нет, она не скажется. У многих любителей, к сожалению, есть некое предубеждение, что вакцина это лютая химия. Это ну вот как антибиотики, только еще страшнее. Вот соли талия, ртуть и цианиды вот взяли, смешали, и вот все они вот здесь в одной пробирке. Я лично наблюдал, как одна любительница запаянную ампулу в руки взять не могла. Просто панический ужас. Ну это все, конечно, от незнания. Что такое инактивированная вакцина, которую мы применяем от ВГБК и миксоматоза кроликов? Это когда штамм вируса выращен в лабораторных условиях, в условиях снижения антигенности, а затем в зависимости от способа изготовления, либо термически, либо специальными растворами, чаще растворами, ну это уже и без того ослабленный штамм, его убивают до состояния, когда он уже теряет полную способность вызывать заболевание. Но сам факт присутствия вот этого самого дохлого вируса или его фрагментов в вакцине позволяет организму кролика и его иммунной системе опознать противника, опознать возбудителя и дать соответствующий иммунный ответ в лице антител. Ну вот и все. Этих антител хватает в среднем на 6 месяцев, после чего следует ревакцинация, то есть обновляем фоторобот. Вот и все, как это работает. Так что вакцина это по сути не лекарственный препарат, это не антибиотик или что-то подобное. Вакцина не остается в тканях, не накапливается в качестве каких-то соединений. Это относительно живая культура, содержащая инактивированный вирус, то есть обезвреженный. Вот и все. Именно поэтому такие строгие к хранению и к температурному режиму перевозки вакцин. Именно потому что это живая культура. У здорового животного такая культура не может вызвать заболевание. А вот иммунный ответ и выработку антител, да, конечно, вызывает. Другое дело, если у вас, например, эпидемия, ну а вы очень мудро решили плеснуть колдовства в хрустальный мрак бокала. Ну, тут все, конечно, еще сильнее разгорится. То есть, конечно, при больных животных во время эпидемии, конечно, никто не вакцинирует. Ну вот, поэтому, когда голословно заявляют, что вот, мол, вы колите вакцину кроликам, это же уже одна химия, это не мясо, а мы за экопродукт. Ну, это все, конечно же, бред и мракобесие. Ну, естественно, от непонимания реального положения дел и нежелания не слушать, не разбираться. Ну, это из разряда, а фотокамера душу славян не ворует. Это вот оттуда все. Не переживайте, вакцины на мясо и продукцию животноводства никак не влияют. Это не антибиотики, повторяю. Ну, а те, кто и после моего рассказа все равно не передумал и продолжает воевать с ветряными мыльницами, ну, топя за экопродукт, без вакцины, все такое, ну, вам удачи. И пусть ваши кролики будут самыми здоровыми, ну, а не приведи чего, то в братской могиле будут лежать самыми эко-чистыми. Всем пока, друзья, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok